ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Как формировалась эта страна, не будет понятно то, как эта страна вела и ведет себя на международной арене. Я, понятное дело, не буду повторять то, что я говорил вчера, а сегодняшняя наша лекция, сегодняшний наш разговор о системе государственного управления в Соединенных Штатах Америки. У многих государств в истории, в культуре, в их развитии есть что-то такое, что они могут предложить миру. Когда говорят о России, то говорят обычно о российской культуре, потому что российская культура, особенно культура XIX века, это то, что лучше всего и больше воспринимается за рубежом. И многие сейчас склонны говорить о том, что это самое главное орудие, которое есть у России, мирное орудие, которое можно использовать для, говоря современным языком, экспорта в другие страны. У других стран это что-то такое другое, что-то свое. Вот если говорить о Соединенных Штатах Америки, что есть главное, что она могла бы предложить, эта страна могла бы предложить другим странам, и предлагает это, кстати сказать, это система государственного управления. Американцы считают свою систему государственного управления совершенной, не идеальной, но совершенной. И поскольку они так считают, они предлагают и остальному миру ту модель государственного управления, которая построена у них. Почему, так сказать, они убеждены в этом, и есть ли в этом основание? Вчера я говорил уже о том, что это государство, Соединенные Штаты Америки, появилось в конце 18 века в ту пору, когда еще господствовали феодальные отношения, феодальный строй, монархия. Но это было в Европе все. А это государство появилось на новой земле, на территории Северной Америки. И поэтому американцы посчитали возможным строить свою систему государственного управления с нуля. Они не восприняли европейские монархии. Они не восприняли идею божественного происхождения власти. А они строили эту систему государственного управления на новых основаниях, в основу взяв несколько принципов. Первый принцип – это принцип народного суверенитета, который в ту пору, в конце 18 века, был революционным. Потому что всегда в Европе считалось, что власть, которую имеет король, царь или император, дана ему или им Богом. Американцы так не считали. Отцы-основатели Соединенных Штатов Америки. Они считали, и это было записано в Декларации независимости США. И этот принцип перешел в американскую Конституцию. Они считали, что власть исходит от народа. Поэтому слова Конституции США начинаются так. Мы – народ. И смысл этого принципа состоит в следующем. И вчера мы об этом с вами говорили. А вот здесь есть места, девушка, в этом ряду. Смысл очень прост. Молодые люди, проходите вот сюда, в этот ряд. Проходите, проходите. Тут есть еще места. Так, все вроде бы. Смысл очень прост. Власть должна исходить от народа. Народ учреждает правительство. Для чего? Для того, чтобы правительство правило в интересах народа. Второй момент. Если правительство правит не в интересах народа, то есть не выполняет свою роль, то тот же самый народ, который учреждает правительство, он в праве и даже должен, обязан сменить его. Сменить его. А в декларации независимости даже заложен принцип насильственного отстранения такого правительства от власти. А вот там места свободные, девушки. А вот там места свободные, девушки. Молодые люди. Вот здесь, по-моему, места есть во втором, в третьем рядах. А вот здесь, по-моему, места свободных, Так, ну, вроде бы все расселись, или не все еще. Так, значит, для вновь прибывших говорю о том, что мы ведем речь сегодня о системе государственного управления в Соединенных Штатах Америки. Значит, вот основной принцип, на котором она базируется, это вот этот самый принцип народного суверенитета. Власть исходит ни откуда, ни от Бога, ни от, там, еще кого-то, а именно от народа. Значит, это мощный, самый главный принцип. Но этого мало. Для того, чтобы этот принцип был реализован, во все первые документы и, прежде всего, в американскую Конституцию были заложены еще несколько принципов. Это принцип сменяемости. Принцип сменяемости. Тот, кто получает власть от народа, получает ее не на всю жизнь и не на все время. Так, заходите, пожалуйста. А там много еще, вот, как бы, хвост, какой там, примерно, чтобы размер трагедии-то оценить? Значит, вот принцип сменяемости. Отцы-основатели Соединенных Штатов Америки считали, что те, кто получает власть, молодой человек. Молодой человек, вот в том углу. Вот здесь есть место, по-моему, если я хорошо вижу, между двумя девушками, нет? Девочка должна прийти. Ну, что, будем ждать девочку. Вот здесь стулья есть тогда, вот здесь. Беритесь или садитесь сюда. Садитесь сюда. Так, ну все, никак не начать нам. Значит, принцип сменяемости. То есть человек, который получает власть, он получает ее на какой-то определенный срок. И он не должен эту власть иметь всегда. Он ее получает от народа на какой-то определенный срок. Почему так они подошли вот к этому вопросу? Потому что в Европе об этом вообще не говорили. Если ты король, так ты король уже до конца своих дней. Или царь, или император. Потому что американцы, первые американцы, они поняли, что концентрация власти в одних руках очень губительна. У них был пример, пример английского короля, который до образования Соединенных Штатов Америки был практически властителем североамериканских колоний Великобритании. И в котором у американцев, так сказать, они видели в нем олицетворение зла. Потому что своими решениями, своими указами король им запрещал заниматься предпринимательством, запрещал расселяться на Запад, запрещал делать то, это, и пятое, и десятое. Поэтому, в общем, они считали, что король не должен так поступать. И они обращались к нему с просьбой разрешить им производить какие-то продукты самим, какие-то товары самим, торговать самим без разрешения короля. Они даже предлагали ему в дореволюционный период компромиссный вариант. Хорошо, мы можем платить налоги какие-то, да еще и налоги с них собирали. Но, дайте нам представительство в парламенте, англичане им не давали этого представительства. И вот тогда совершилась революция, тогда произошла эта война за независимость. Поэтому для них власть короля была олицетворением зла. И они, в общем, убедились в том, что концентрация власти в одних руках губительна. Поэтому сменяемость, которая обеспечивается путем избрания и переизбрания. Поэтому этот принцип сменяемости, который обеспечивался путем избрания, ну, самый наглядный пример президента Соединенных Штатов Америки, который выбирается каждые четыре года. Этот принцип был закреплен в американской конституции. И если вы заметили, американские президенты выбираются ровно в тот день и в тот год, в котором записано в американской конституции. Это високосный год. Каждый високосный год выбирается президент на четыре года. Выборы никогда не переносятся, никогда не отменяются, не проводится никогда дополнительных выборов, досрочных, или довыборов, или еще что-то такое. Принцип сменяемости и выборности, он закреплен и при избрании конгрессменов и сенаторов. Конгрессмены избираются каждые два года, сенаторы каждые шесть лет. И эти сроки тоже никогда не меняются. Правда, что касается конгрессменов и сенаторов, то они могут избираться до тех пор, пока их избирает народ. Здесь нет ограничений никаких. У президента потом появятся ограничения, а у этих нет. Поэтому, если вы заметили, то многие сенаторы десятилетиями сидят в Сенате. Это их работа уже такая. Но, во всяком случае, стать сенатором или конгрессменом можно только через избирательный процесс, через процесс избрания. Принцип выборности. Наверное, сложно найти такую нацию, которая бы не любила так часто и так много избирать. Американцы каждые два года практически ходят на избирательные участки. Причем избирают они интересно. Но если кто-то из вас участвовал в выборах в нашей стране, то вы знаете, что вы приходите на избирательный участок. Там лежит уже список избирателей, смотрят ваш паспорт, список, ставят галочку, пришел, дают вам бюллетень, вы голосуете. В Америке не так. В Америке нет реестра всех избирателей. Иногда говорят, что там избирательный процесс вот в таком неорганизованном состоянии. Для того, чтобы участвовать в выборах, сначала, там и паспорта нет, кстати сказать, но есть удостоверение личности, типа такой карточки, свидетельство социального страхования. Ты приходишь на избирательный участок, сначала регистрируешься с тем, чтобы тебя несли в список избирателей. То есть надо быть настолько ответственным избирателем, чтобы найти время до выборов прийти на избирательный участок, зарегистрироваться, а потом в день выборов прийти и проголосовать. Поэтому американцы понимают, очень многие, что от их воли зависит многое. Зависит, попадет тот человек, которого они желают видеть в законодательное собрание или нет, будет ли тот человек, которого они желают видеть президентом в Белом доме или нет. Поэтому они, в общем, в значительной массе, они ответственно подходят к своему избирательному долгу. Более того, американцы избирают судей. Вообще, американцы – это нация, которая любит судиться. Суд – это место, где решаются споры. Это неплохо, в принципе. То есть каждый американец за свою жизнь уже раз-то, а то и не раз, а может с пять или шесть раз, воспользуется услугами судей. По разным вопросам. Гражданское право достаточно широкое. Вопросы, связанные с наследственностью, еще что-то. В общем, суд и профессия юриста – это достаточно почетная, высокооплачиваемая и востребованная профессия в Соединенных Штатах Америки. Так вот, судей разного уровня американцы избирают сами, и они знают, кого они избрали. Они избирают различных начальников, например, в управлении образования, местное управление. И они знают, что этих людей они выбрали, и они с них могут спросить. В чем преимущество принципа избрания, а не назначения? Преимущество есть, потому что этот самый начальник, который становится начальником в результате избрания, он понимает, что он попадает туда на два года, к примеру, или на какой-то другой срок. И он понимает, если он хочет продолжать свою деятельность, что наступит время, когда ему придется отчитываться. Потому что если он что-то не сделал или не выполнил обещание, так его просто-напросто не выберут. Не выберут. И это повышает ответственность того чиновника или того судьи, который, например, плохо относился к разрешению тех или иных споров. Или законодателя, или сенатора, или конгрессмена. Повышает его ответственность. Я не буду вас провоцировать и спрашивать, знает ли каждый из вас, кто представляет ваш регион в Совете Федерации, в Государственной Думе. Вы просто сейчас подумайте, и не каждый, наверное, сразу так вот ответит. А если вы американца спросите, а такого, который, ну, и образованный, и, в общем, следит за всем, так он точно знает, что мой штат представляет два сенатора. Сенатор такой-то и сенатор такой-то. Или мой штат представляет шесть конгрессменов, такой-то и такой-то. Почему они это знают? Ну, во-первых, потому что они их избирали. А, во-вторых, они знают это потому, что эти сенаторы и конгрессмены, уезжая в Вашингтон, они не забывают о своем штате Теннесси, Арканзаси, нет, или о другом каком-то. Они поддерживают с этим штатом связь. Они все время мотаются из Вашингтона в этот штат и решают в Вашингтоне проблемы штата. Потому что они сидят в Капитолии, здании, где располагается американский конгресс, не только для того, чтобы решать проблемы государства в целом, но и проблемы своего штата. И если их переизбирают, то это значит, что граждане штата, в принципе, довольны тем, как они работают и для своего штата в целом. Ну, как сенатор и конгрессмен может работать для своего штата? Да очень просто. Какие-то федеральные программы, например, строительство каких-то предприятий, которые субсидируют государство. Сенатору очень важно, чтобы то или иное предприятие работало в его штате. И он сидит в Конгрессе, он будет биться за то, чтобы субсидии были его штату. Там есть целый механизм, как это делается. Или, например, решение проблем безработных и дополнительные субсидии какие-то от федерального правительства. Сенатор не будет молчать. Он будет делать все для того, чтобы добиться этих субсидий. А поскольку процесс открытый, то все будет известно. Как голосовал этот конгрессмен? Что он говорил? Как он вел себя? Сделал ли он все возможное для того, чтобы решить проблемы штата? Или нет, или он просто так вот ходил и спал там на заседаниях Конгресса. Вот эта система действительно работающая система. Поэтому американский Конгресс, который состоит из двух палат, это очень важный орган государственной власти. Очень важный орган государственной власти. Даже внешне, если вы будете в Вашингтоне, то вы увидите, что самое высокое здание в Вашингтоне, и специально так проектировалось, это здание американского Капитолия. И именно Конгресс считается символом власти народа в широком смысле этого слова. А если вы наблюдали за церемонией инаугурации президента, то эта инаугурация проходит всегда на ступенях Капитолия. Именно Капитолия. С тем, чтобы подчеркнуть, что президент избран народом и получает власть от народа. И потом, когда эта инаугурация заканчивается на ступенях Капитолия, президент садится в лимузин и по Пенсильвании и Эвенью лимузин идет или едет. Иногда президент на каком-то пути выходит из машины и идет пешком, везет его в Белый дом. Это тоже символизирует то, что президент получил власть от народа. Ну а Белый дом – это небольшой дом, которого даже, так сказать, и не очень не видно, и люди иногда мимо него проходят, не знающие. Тот, кто знает, он видит, что это действительно Белый дом. Так что, вот эти принципы избрания и сменяемости, они очень важны для американцев. Очень важны для американцев. И эти принципы должны были гарантировать вот это стремление избежать концентрации власти в одних руках. Концентрации власти в одних руках. На организацию этого принципа, обеспечение этого принципа работает система разделения властей. Мы об этом говорили вчера, я не буду подробно говорить, но для тех, кто пришел, американская конституция предполагает, что система власти должна состоять из трех ветвей – исполнительная, законодательная и судебная. Таким образом, она не будет концентрироваться в одних руках, потому что во времена монархии и феодализма все это концентрировалось, в принципе, в руках монарха. Если у него власть была неограничена, так он был сам себе и исполнительная власть, и законодательная, и судебная. Американская система построена по-другому, на принципе разделения власти. И еще один принцип – это система сдержек и противовесов. Каждая ветвь власти, она как бы сдерживает другую. Ну, просто иллюстрации. Что-то я вчера говорил, что-то сегодня, чтобы было понятно. Ну, смотрите. Значит, Конгресс. Вот две ветви власти из трех ветвей. Конгресс и президент. Во многих европейских странах президенты могут распустить Конгресс. Ну, парламент. В США – нет. Президент не может распустить парламент. Если он даже заикнется об этом, то тут же будет запущена процедура импичмента. Это вот система сдержек и противовесов так работает. Если президент что-то делает не так, если он превышает свои полномочия, если он лжет под присягой, а такое частенько бывало, то тут же запускается процедура импичмента. Она не короткая, не простая, но во всяком случае, не всегда доходит до конца, но во всяком случае, это существует. Кто запускает эту процедуру? Конгресс. Конгрессу дано такое право решать, запускать эту процедуру импичмента или нет. Причем по Конституции две палаты имеют свои определенные полномочия. Палата представителей играет роль следователя, если запущена процедура. Следователя собирает материал на президента, доказательства. Потом собранный материал, материал может собираться по-разному. Либо независимый прокурор собирает материал, либо комиссии Конгресса собирают материал, проводят допросы и накапливают этот материал. Вот, кстати говоря, сегодня это и происходит в отношении Трампа. Работает прокурор Мюллер, слышали, наверное, что вся команда Трампа под колпаком у Мюллера, который собирает материал на президента по поводу его связей с Россией во время избирательной кампании 2016 года. Но параллельно комитеты Конгресса ведут свои расследования. Работают они не спеша, внимательно, постепенно, вот уже два года. И когда-то придет время, когда они сделают свое дело и передадут все это в Сенат. Сенат, голосуют и передают в Сенат. А вот Сенат играет роль суда над президентом. Он выносит последний вердикт. Отстранить президента от должности по целому ряду причин или нет. И там есть определенные условия, как должен голосовать Сенат, сколько голосов должен набрать Сенат, чтобы отстранить президента от власти и так далее. Не всегда процедура импичмента заканчивается или заканчивалась отстранением от должности. Очень часто сам этот механизм используется как орудие политической борьбы. И сегодня тоже, кстати сказать. Но это очень важный инструмент. Понимаете? Он, конечно, портит жизнь президенту. Он сковывает его инициативы. Он блокирует его действия. Что сейчас мы видим на примере Трампа. Но такое, например, пережил в свое время Билл Клинтон. Такое пережил Ричард Никсон. Которые обвинялись по целому ряду нарушений и отступлений от Конституции. Но они еще и обвинялись в даче ложных показаний. Потому что каждый из них пытался, ну, как-то уйти от этих всех скандалов, считая, что неправда спасет их. Но это оказалось хуже, если бы они сразу в чем-то признались. Так что, видите, система государственной власти, она в этом смысле даже удивительным образом была продумана людьми, которые жили, казалось бы, очень давно, в конце 18 века. Но оказалось, что эти принципы годятся и для тех, кто жил в 19 веке. Оказалось, что эти принципы действуют и в 20 веке, и в 21 веке. И я полагаю, будут действовать очень-очень долго. Потому что уникальность американской Конституции состоит в том, что, конечно, в чем-то она не соответствует современности. Но главная ее ценность состоит в том, что она в себя вобрала такие универсальные моменты, которые годятся для жизни всех поколений в разных странах. И вчера мы говорили об этом. Принципы американской Конституции перекочевали во все Конституции мира. Какую вы Конституцию не возьмите, везде есть принцип разделения властей. Какую вы Конституцию не возьмите, везде есть принцип выборности, принцип переизбрания. Другой вопрос, что не всегда это, так сказать, совпадает с практикой. Вот я вам скажу, значит, в Германии был такой период Веймарской Республики до прихода Гитлера к власти. И там, в этой Конституции Веймарской Республики, которая была очень демократической, был заложен этот самый принцип разделения властей, и там, и сдержек, и противовесов, и все, что хотите. И считалось, что Веймарская Республика – это самое демократическое европейское государство. Понятно, что когда Гитлер пришел, то стало ясно, что, в общем, тоталитаризм, он погубил все. Но Гитлер не отказался от этой Конституции. Она ему нужна была как ширма. Как ширма. И она сохранилась и при Гитлере. Понятно, что никакой демократии там не было. Но он пытался вот эту ширму, за этой ширмой как-то спрятать вот эти свои авторитарные и тоталитарные тенденции, которые развивались в нацистской Германии. Но давайте вернемся к Соединенным Штатам Америки. Значит, вот эти две ветви. И третья ветвь – это Верховный суд. Вообще судебная система Соединенных Штатов Америки в целом, она очень запутана, очень несовершенна. Потому что как таковой централизованной системы США, судебной системы в США нет. Причем в Конституции упоминается только Верховный суд. Там не упоминаются какие-то другие судьи или суды окружные, еще какие-то суды штатов. Там только Верховный суд. И о Верховном суде говорится как о органе, который вправе принимать решение о соответствии законов, принятых Конгрессом и подписанных президентом. А любой закон, он закон только тогда, когда подписан президентом Соединенных Штатов Америки. Там есть оговорки, конечно, но в целом. Так вот, Верховный суд вправе принимать решение, соответствует этот закон Конституции или нет. Потому что ведь президент может ошибаться, может, не то подписать. Конгресс может ошибаться, вот сотни людей в целом тоже могут ошибаться, принять закон, который не должен бы существовать. И тогда существует вот этот клуб мудрецов, Верховных судей, девять судей, которые выбираются пожизненно. Вот они-то несменяемы, вот они-то не отстраняемы, хотя их можно тоже импичмент организовать против них. И этот Верховный суд обладает очень важной такой прерогативой. Изучить все обстоятельства дела и дать свой, вынести свой вердикт. Отвечает закон Конституции или нет? А если нет, он отменяется. И тут уже все, тут уже никто не поможет. Ни президент ничего не может сделать, ни Конгресс ничего не может сделать. Данный закон отменен. И такое в истории Соединенных Штатов Америки тоже было. То есть каждая ветвь власти имеет свои полномочия. И она не может выходить за эти полномочия. Суд не имеет права принимать, Верховный суд принимать законы. Это только Конгресс может делать. Президент тоже не имеет права принимать законы. Только Конгресс может делать. А президент только подписывает законы. Правда. У президента есть право принимать исполнительные директивы или указы. Указы. И это, кстати, прерогатива тоже перекочевала во все страны. И наш президент тоже принимает указы. Которые имеют силу закона, но они не проходят через парламент. Их принимает президент, подписывает, и эти указы имеют силу закона. И американский президент может принимать таких указов столько, сколько считает нужным. Сколько считает нужным. Но если он будет так делать все время, то он неизбежно навлечет на себя гнев Конгресса. Потому что Конгресс будет говорить. А как же так? А мы-то почему не привлекаемся к решению государственных вопросов? Кстати говоря, Дональд Трамп, став президентом, стал принимать свои инициативы в виде указов. Почему? А потому что с Конгрессом у него не очень ладились отношения. И этим он навлек гнев многих сенаторов и конгрессменов. Потому что они ему стали напоминать, надо работать совместно. Есть такое стереотипное представление. В Америке или Америка управляется, Соединенные Штаты Америки управляются президентом. Это не совсем так. Соединенные Штаты Америки управляются президентом совместно с Американским Конгрессом. Совместно с Американским Конгрессом. Как это происходит? И вообще на чем построена система принятия решений в Соединенных Штатах Америки? Основной принцип, на чем построена система принятия решений, это принцип поиска компромисса. Поиска компромисса. Почему? Ну, например, Ну, к примеру, вот Трамп Инициировал принятие, Инициировал реформу здравоохранения, Потому что та реформа, которая была проведена Обамой, Ему не нравилась, он об этом много говорил. И он говорил о том, что ее надо вообще провести ревизию. Либо отменить, либо существенно изменить и так далее. И он внес свою реформу. А поскольку-то он человек такой напористый, То он считал, что чем быстрее, тем лучше она должна быть принята. Но не тут-то было. Против этой реформы выступили очень многие, И все, ее зарубили. Она не принята. Не принята. Почему? Потому что любая реформа или любое решение Должно проходить через различные группы, Заинтересованные группы, Или группы интересов. Группы интересов. Потому что, ну, мало ли, что президент хочет принять такую реформу, А мы не хотим, Говорят, например, страховые компании медицинские. Мы считаем, что должно быть так. И он ничего не может сделать. Вернее, кое-что он может сделать. Он может инициировать процесс обсуждения. И поиска вот этого самого компромисса, Который на 100% не будет устраивать его лично. Который не будет на 100% устраивать эти самые страховые компании. Но нужно найти такой компромисс, Который бы не устраивал всех на 100%, Но хотя бы на 60%, А кого-то на 50%. Это сделать очень сложно. А иногда практически невозможно. Поэтому законы в Соединенных Штатах Америки, Или законопроекты, Которые циркулируют по Конгрессу, Они могут циркулировать там годами. Один комитет обсуждает, Второй комитет обсуждает, Специальная комиссия согласительная обсуждает, Не принимают решение, Потому что решение никого не устраивает. И только спустя 2-3 года Удается добиться какого-то компромисса. Путем каких-то сделок, Путем обещаний, Например, вы проголосуете за наш законопроект, А вот тогда-то в плане стоит законопроект, Если мы за него не проголосуем, А вы нас будете об этом просить, Давайте мы так вот сделаем, По тому законопроекту мы вам пойдем на уступки, А поэтому вы нам пойдете на уступки, Говорят, например, Две группировки в американском конгрессе, В палате представителей, к примеру. Вот так идет поиск компромисса. Это своеобразный торг, Это своеобразная политическая сделка, Ну, как хотите, тут это все можно называть. Но это идет такой компромисс. В истории Соединенных Штатов Америки Был один очень интересный случай. Было это в 1933 году. Вернее, не в 1933, в 1934. В 1933 году... Нет, в 1933, правильно. Значит, в 1932 году в Соединенных Штатах Америки Проходили президентские выборы. Это был год Великой депрессии. Которая началась в 1929 году И длилась до 1934 года. И на этих выборах победил Франклин Делану Рузвельт. А поскольку страна была на грани пропасти, И на Рузвельта все смотрели, как на Бога, Который спустился на землю И должен спасать Соединенные Штаты Америки. То все надеялись, замерев дыхание, Что он будет делать. И Конгресс тоже, который в большинстве своем состоял из демократов, Тоже смотрел на него. И они авансом как бы доверяли Рузвельту. И когда Рузвельт стал принимать свои первые решения И проводить инициативы в Конгрессе, То одним из первых его решений и первых инициатив Был банковский закон. Потому что банковская система в США в ту пору Была полностью парализована. И что вы думаете? Американский Конгресс принял закон, Который состоял из двух строчек. Вообще американские законы Это вот такие толстые папки бумаг, Как правило, Где все подробно расписывается, Что и как. Так вот, тот закон, банковский закон, Имел только две строки. Американский Конгресс Предоставляет президенту Соединенных Штатов Америки Совершать право совершать такие действия В отношении банков, Которые он сам сочтет необходимыми. И все. То есть, если бы Рузвельт захотел Национализировать все банки, Он бы, в принципе, мог это сделать, Потому что по закону ему дано было такое право. Он понимал, что так делать нельзя. Но, во всяком случае, Этот закон давал президенту широкие полномочия. Это было свидетельство того, Насколько тогдашний американский Конгресс Доверял тогдашнему американскому президенту. Сейчас, очевидно, Такой ситуации не будет очень долго. Для того, чтобы такое произошло, Надо, чтобы страна оказалась на грани гибели Или на краю пропасти. Для того, чтобы такое произошло, Надо, чтобы между президентом и Конгрессом Было взаимопонимание. Чтобы они понимали друг друга. Сейчас, в Соединенных Штатах Америки, Вот уже многие-многие годы, Может быть, это даже и 25, и 30 лет. Между президентом и Конгрессом идет война. Чего не представить в России, Чтобы между Госдумой или Советом Федерации И президентом Российской Федерации была война. Хотя у нас были сложные и трудные страницы, Когда и наш парламент расстреливался из танков, Да, по приказу Ельцина. Такое вообще не представить в Соединенных Штатах Америки. А там идет, вот это вот настоящая война, да. Но в Соединенных Штатах Америки Идет постоянная вот такая война С отступлениями и наступлениями, без оружия. Но война между президентом и Конгрессом. Почему она идет там? В чем причина? А потому что Американский Конгресс Это парламент, Который Рождается, Создается, Выбирается, существует В обществе, Которое является обществом, Классическим примером Общества Групповых интересов. Я тоже вчера уже затагивал этот вопрос. Всякое общество, Особенно развитое общество И в Европе, Да и в нашей стране, Да и на Востоке, Но особенно в Соединенных Штатах Америки, Развивается по пути развития Заинтересованных групп. Каждый человек, У него свой какой-то интерес в жизни. Есть группы Однотипных интересов. Считается, Что самые мощные интересы, Которые сплачивают эти группы, Это бизнес интересы. Ну, например, Интересы нефтяных компаний. Есть такие интересы? Есть. Будут нефтяные компании Отстаивать свои интересы в Конгрессе? А почему нет-то? Почему нет? Льготные налоги, Это их интересует? Очень интересует. Или таможенные пошлины? Интересуют? А, конечно, интересуют. А где это все принимается? Конечно, в Конгрессе. Или, например, Вот приводил пример С этой реформой здравоохранения. Почему Обама не мог ее принять? Клинтон ее хотел принять, Реформу здравоохранения, Когда он был президентом. Была специальная комиссия. Хиллари Клинтон, Тогда еще первая леди США, Возглавляла эту комиссию. И провалилась эта реформа. Почему? А потому что, Ну, вы знаете, Что в США отсутствует Всеобщее медицинское страхование Государственное. Там устроено все иначе. Там лечением занимаются доктора, А платят за это лечение Медицинские страховые компании. Это бизнес. Не буду я об этом говорить. Очень разветвленный. Они, эти компании, Очень мощные. С большими деньгами. Ну, и так далее. И в результате этой реформы Многие компании Лишились бы своей клиентуры. Поэтому они выступили, Они, во-первых, Сбились в стаю И выступили против Вот этой самой реформы. И они ее завалили. Они ее провалили. Вот насколько может быть Сильны, Могут быть сильны Интересы, Групповые интересы Каких-то определенных Сфер. Поэтому все это учитывается В системе государственной власти Соединенных Штатов Америки. В системе государственного управления США Существует еще один Очень важный элемент, Который непосредственно связан С деятельностью Американского Конгресса. И этот элемент Называется Лоббизм. Система лоббизма. Что это за такое Лоббизм? И кто такие лоббисты? Ну, просто говоря, Лоббисты – это люди, Которые Занимаются профессионально Деятельностью По проталкиванию Тех или иных решений В Конгрессе. Я вот приводил Несколько примеров. Но для того, Чтобы завалить Реформу Обама, Реформу Клинтона По медицинскому Страхованию Первый раз Вот эти Страховые Компании Они сами Ведь не действовали Они же Не представлены Никак в Конгрессе. А они Нанимают Специальных Людей Платят им За это Деньги Или платили За это Деньги. Эти люди Называются Лоббистами. И эти Лоббисты Что они делают? У них Есть список Сенаторов И список Конгрессменов. И они Против каждого К примеру Я упрощаю Конечно весь процесс. Они ставили Галочки. Этот Проголосует? Проголосует. А этот Нет. Значит с ним Надо работать. К нему Надо подойти. Поговорить. И Рассказать О вреде Реформы Клинтона. Может быть Этого будет Достаточно И он Проголосует Против. А если Не достаточно То что-то Надо еще Сделать Надо как-то На него Повлиять Может Организовать Его лекцию Где-нибудь В другом Штате И заплатить Ему Хороший Гонорар Тогда Наверное Он Скорее всего Согласится Проголосовать Против. Ну и так далее. То есть Система Инструментов Которые Во власти Американских Лоббистов Она Настолько Многогранна Начиная От писем Организованных Специально Со стороны Избирателей Поток Писем Например Если Тому Или иному Конгрессмену Приходят Письма С просьбой Не голосовать За ту Или иную Реформу За тот Или иной Закон Из его Штата Конкретные Люди Конкретные Адреса И он Видит Что Эти 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 Что Его Штат Не Поддерживает Эту Реформу Будет Он Голосовать Против Своих Избирателей Нет Но Кто Организовал Эти Письма А вот Эти Лоббисты Которые Наняты Избиратели Которые Наняты Этими Страховыми Компаниями И Вот Эта Система Лоббизма В Соединенных Штатах Америки Она Очень И Очень Развита Она Стала Особенно Развиваться После Второй Мировой Войны Развивается И Развивается Сегодня И Без Этой Системы Система Государственного Управления В США Не Работает Не Существует Не Существует Это Реальность И Американцы Поняли Ну Вы Скажете Как Нехорошо Это Продажные Политики Такова Реальность И Американцы Поняли Что Это Реальность И Они Решили Принять Целую Серию Законов Вот За Послевоенные Годы Были Приняты Законы Посвященные Лоббистам В которых Говорилось О том Что Если Ты Называешься Лоббистом И Занимаешься Лоббистской Деятельностью В Конгрессе То Ты Должен Зарегистрироваться Как Лоббист И Более Того Написать На Кого Ты Работаешь Поэтому В Американском Конгрессе Есть Список Лоббистов И Список Тех Компаний На Которых Они Работают И Все Знают Что Да Вот Этот Человек Он Когда Закон Будет Обсуждаться То Лоббист О Котором Забыли Он Тут Ж Воскреснет И Будет Что То Делать Потому Что Его Наняла Вот Эта Компания Она Платит Ему Деньги Лоббист Должен Отчитываться Сколько Денег Он Получил От Этой Компании То Есть Он Должен Предоставлять Финансовые Документы Доказывающие Что Значит Он Работает На Эту Компанию То Система Лоббизма В Соединенных Штатах Америки Взята Под Контроль Государства В лице Того же Самого Конгресса Потому Что Лоббисты Ведь Они Могут Работать Друг Против Друга Они Сталкивают Лбами Группировки В Конгрессе В самом Конгрессе Идет Война Между Противоборствующими Группировками Я Уж Не Помню В каком Году Но Кто-то Там То ли Журналистов То ли Даже Из Членов Нашей Госдумы Может Сайта Федерации Произнес Фразу О том Что Госдума Это Не место Для Дискуссий В Америке Наоборот Понимаете Конгресс Это как раз Вот это Место Выяснения Отношений Место Поиска Место Дискуссии Место Поиска Компромисса Договоренности Сделок Так что Вот эта Система Лоббизма Это Неотъемлемая Часть Принятия Решений В Соединенных Штатах Америки Более Того Если Какое-то Иностранное Государство Хочет Чтобы Американский Конгресс Принял Какой-то Закон Ну Самое Простое Облегчающий Ввоз Товаров Этого Государства На территорию США То Это Государство Тоже Будет Искать Себе Лоббистов Например Считается Что Помимо Внутреннего Лоббизма В США Существует Иностранное Лобби То есть Лоббисты Которые Отстаивают В Конгрессе Интересы Иностранных Государств Есть Такие Есть Есть Группировки Лоббистов Которые Отстают Интересы Израиля Считается Что Это Очень Мощная Группировка Лоббистская Группировка Есть Лоббисты Которые Отстают Интересы Китая Очень Мощная Группировка Трамп Ополчился Вот На Китай По всяким Разным Причинам Но Вообще Лоббистская Группировка И те Конгрессмены Которые Связаны С этой Лоббистской Группировкой Они Не совсем Довольны Такой Политикой Со стороны Президента Есть Другие Лоббистские Группировки Других Иностранных Государств Это совершенно В Америке Это нормальное Явление У нас Это иногда Называют Преступным Сговором И считается Что это Нарушение Какое-то В нашем Законодательстве Отсутствует Понятие Лоббизма В нашем Российском Я имею Ввиду Когда-то В 90-е Годы Были Попытки Ввести Российское Законодательство По Лоббизму И поскольку Наш институт Как раз Занимается Соединенными Штатами Америки То Тогдашняя Госдума Обращалась К нашим Сотрудникам Ознакомить Их С опытом Соединенных Штатов И были Даже Законопроекты Уже Готовые Чтобы ввести Это законодательство Но так Оно провалилось И у нас В России Этого нет Во многих Странах Считается Что оно Нужно Было Потому что Неважно Есть закон Нет закона Но все равно Группировки Которые Лоббируют Какие-то Законы Они так Или иначе Существуют В России Что Не существует Каких-то Заинтересованных Групп Да Конечно Существуют Существуют Интересы Государственных Корпораций Это очень Мощный Интерес Существуют Интересы Мощные Внутри этих Интересов Энергетического Комплекса Существуют Существуют Оружейные Корпорации И оружейное Лобби Кстати говоря Оружейное Лобби Очень мощное В Соединенных Штатах Америки Но в Соединенных Штатах Америки Это регулируется Законом Это регулируется Законодательством Тем более Что опыт Такого Регулирования В Соединенных Штатах Америки Достаточно Большой Так что Смотреть На систему Государственного Управления Нужно Вот В комплексе Видя Все Это И понимая Что Американское Общество Это Общество Действительно Развитых Очень сильно Развитых Групповых Интересов Надо Сказать Что Оно Не идеальное Надо Сказать Что Групповые Интересы Складывались В США Издавна С самого Начала История США Был Период В истории США Когда Эти Заинтересованные Группы Уродовали Систему Общества Например В конце 19 века В США Стали Активно Появляться Монополии Корпорации Которые Монополизировали Производство Монополизировали Рынок Устанавливали Монопольно Высокие Цены И Американское Государство В лице Президентов Это были Президенты Такие Как Теодор Рузвельт Президент Тафт Они Понимали Что Против Этого Надо Бороться Вместе С Конгрессом Тогда Была Принята Целая Серия Антимонопольных Законов Которые Запрещали Существование Вот этих Монополий Они должны Были Дробиться Потому Что В принципе Американцы Понимали Что Воздухом Для Американской Экономики Является Рынок А воздухом Для рынка Является Конкуренция А Монополии Давят Конкуренцию И Задыхается Рынок То есть В Америке Были Люди Которые Понимали Что Дробиться Монополии Должны Ради Того Чтобы Вообще Говоря Сохранить В принципе Рыночную Экономику Но Этот Период Прошел Этот Период Прошел И Американская Экономика Она На сегодняшний День Это Какое-то Иногда Ее Называют Такой Диверсифицированной То есть Что Значит Что Там Есть И Крупные Монополии Мощные Даже Транснациональные Корпорации Есть Мощный Хорошо Развитый Средний Бизнес Который Держит На плаву В общем-то Экономику Считается Что Если В обществе Много Среднего Бизнеса Средних Корпораций То Эта Экономика И это Общество Всегда Будет На плаву А Средний Класс Это Стабилизатор Общества Средний Бизнес Прежде всего Самое опасное Когда Общество В социальной Своей Структуре Радикализируется Или Как бы Расходится По двум Полюсам Очень богатые И очень Бедные А среднего Класса Нет Вот тогда Происходит Как правило Революции В Америке Такого Нет Потому что Там Мощный Средний Класс И если Он Сокращается То Любой Кандидат В президенты Он Тут же Начинает Говорить Об этом И вставлять Это в свою Программу И Предпринимать Усилия По Увеличению Среднего Класса Среднего Класса Вот Так что Вот Эта Система Система Государственного Управления Она Которая Есть В Соединенных Штатах Америки Она Решает Сразу Несколько Задач Сразу Несколько Проблем Не только Ту Которая Ей Предназначена То есть Само Управление Страной Само Управление Страной Но и Масса Всяких Других Вопросов Связанных С управлением Территориями Штатами И так далее Если Зримо Представить Вот эту Систему Управления В США То Она Меньше Всего Напоминает Пирамиду То есть Классическая Система Которая Существует В обществе Где Существуют Вертикали Власти Это Пирамида На вершине Этой Пирамиды Человек Там Или групп Лиц Или Правительство Которые Принимают Решения Которые Должны Исполнять Ниже Стоящие Этажи Власти В Америке Такого Нет То есть Вот такой Вертикали Власти Нет Там Есть Горизонтали Власти Федеральный Уровень Власти У которого Свои Задачи Причем Это Федеральный Уровень Власти Который Распылен На Три Ветви Власти Потом Существует Уровень Власти В Штатах Я уже Вчера Говорил Об этом Губернатор Штата Это Человек Который Не Подчиняется Президенту И Президент Не Может Ему Поручить Что-то Сделать Он Не Может Его Назначить Он Не Может Его Отстранить От Должности Он Сам Себе Президент Но В Границах Штата Губернатор Штата Но Он Отвечает За то Что Происходит В его Штате Уровень Занятости Производства Социальное Обеспечение Безработица Ну И так Далее Школьное Образование Здравоохранение Вот Это Уровень Власти Штата И Как бы Власть Там Горизонтальная Но Есть еще Уровни Власти Ведь Каждый Штат Делится На Графство Или Округа Это Маленькие Такие Совсем Единицы Управления А там Власть Она Тоже Своего Уровня Там К управлению В Графствах Привлекаются Сами Граждане Сами Американцы Они Сами Принимают Решения И Сами Понимают Что Если Они Приняли Такое Решение И Если Это Решение Не Работают Так Они Сами Кого Они Будут Винить Они Не Будут Винить Губернатора Штата Они Скажут Да Вот Эти Люди Там Группа Людей Они Нам Неправильно Сказали Неправильно Нас Информировали И Из-за Них Мы Приняли Неверное Решение Надо Подумать Нам И Сделать Что То Иначе Поэтому Там Совсем Другая Другой Уровень Ответственности В Соединенных Штатах Америки Издавна Сложилось Так Американцы Считают Что В их Жизни Не Всегда Во Всем Повинен Вашингтон Я И 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 Вашингтоне Что Какие-то Проблемы Можно Решать На Уровне Штатов Или На Уровне Графств И И Их Поведение Исходит Именно Из Этого Понимания Поэтому Они Стараются Делать То Что Можно Решить На Местном Уровне Они Стараются Делать Это На Местном Уровне Более Того Американцы Считают Что Те Кто Сидит Вашингтоне Есть Такое В Америке Понятие Фигуральное Большое Правительство Американцы Любят Употреблять Это Выражение Большое Правительство Под Большим Правительством Они Понимают И Правительство И Конгресс И Администрацию Президента Короче говоря Всех Всех Власть Продержащих Что Это Большое Правительство Не Надо Не Нужно Что Американцы Сами Могут Решить Многое Что Это Только Дармоеды Которые Говорят Выбивают Деньги Федеральные Себе И Что Вообще Говоря С ними Надо Строить Отношения Иначе Вот Это Есть Такое Но Тем Не Менее Федеральное Правительство Соединенных Штатах Америки Существует И Оно Оно Действует И оно Действует Но Действует Вот Таким Вот Образом О котором Мы Говорили Теперь Несколько Слов Об Институте Президентской Власти Ну Может Быть Уже Сегодня Нет Того Стереотипа Который Существовал В нашей Стране Что Американский Президент Это Самый Могущественный Человек В мире Потому Что Он Возглавляет Супер Державу Это Далеко Не Так Пример Трампа Это Яркий Пример Всего Этого И Это Это Было Понятно Еще И Раньше Потому Что В 19 Веке Американские Президенты Не Обладали Такими Полномочиями Большими Которые Не Прописаны В Конституции Но Реально Они Осуществляли В 20 Веке С Чем Это Связано Дело В том Что Кризисы Войны Требовали Усиленного Вмешательства Государства В Экономику В Общественные Отношения Требовали Большей Власти Со Стороны Исполнительной Власти А Как Раз Глава Исполнительной Власти Это Президент И Великая Депрессия Эпоха Рузвельта Она Пришлась На депрессию И войну Она Эта эпоха Привела К Очень Серьезному Увеличению Усилению Власти Президента За счет Ущемления Полномочий Конгресса Поэтому Когда мы Говорим О Конгрессе И президенте То применительно К девятнадцатому Веку Более Разумная Конструкция И реальная Конструкция Была такая Сильный Конгресс Слабый Президент А в Двадцатом Веке Уже Другая Слабый Конгресс Сильный Президент Но это Не значит Что это Все Так сказать Передается От президента К президенту По наследству Сильным Институт Президентской Власти Стал В США В силу Того Что На плечи Президента И его Администрации Были Возложены Те полномочия Которых Не было Раньше Ну Например Социальная Функция Государства До Тридцать Четвертого Года До Тридцать Четвертого Года Американское Государство Не имело Развитой Системы Социального Обеспечения Самое Сильное Государство В мире Было Самым Отсталым В сфере Социального Обслуживания Своих Граждан Но Великая Депрессия Дала Понять Что Так Нельзя Что Нужно Что То Делать И Вот Рузвельт И его Администрация Стали Это Делать А Последователи Преемники Рузвельта Они Продолжили Эту Линию Поэтому Американское Государство Взяло На Себя Социальную Ответственность За Часть Граждан Не За Всех За Тех Кто Не Может Сам Себя Социально Обеспечить Пожилые Люди Больные Люди Бедные А тот Кто Трудоспособен Тот Кто Здоров Они До сих Пор Пользуются В общем И действуют В тех Рамках В которых Действовали И жили Их Предки В девятнадцатом Веке Поэтому Вот это Расширение Социальной Ответственности Государства Расширение И изменение Внешне Внешней Политики США Отход От Изоляционизма Переход Глобализму И обеспечение Американского Доминирования В мире Все это Привело К тому Что Институт Президентской Власти Стал Очень Важным Повысив Статус Самого Президента Но Это Не значит Что Статус Самого Президента Он Может Сохраняться Так Всегда По Институту Президентской Власти Наносятся Удары Как Это Не звучит Странно Но Иногда Сами Президенты Самые Большие Враги Института Президентской Власти Они Как это Повторять Она Будет Подтягиваться Сайтами Из Других Так Скать Это Будет Тиражироваться И Будет Создаваться Плохой Образ Президента Что Что Делают Сейчас Американские Средства Массовой Информации С Трампом Он Не умеет Обращаться С прессой Кстати Говоря Не умел Обращаться С прессой Никсон Он Не так Грубо Обращался С корреспондентами Но На его Лице Было Написано На пресс Конференциях Поскорей Бы Эта Пресс Конференция Закончилась А все Вы Отсюда Убрались Быстрее Чтоб Я не Видел Вас И ему Тоже Корреспонденты Отвечали На это Не словесно Но Газетными Публикациями И Многие Считают Что Американская Пресса Погубила Никсона Потому Что Она Раскручивала Все Детали Этого Скандала Утергейтского Скандала Если Бы Не Пресса Если Бы Не Газеты Не Телевидение То Американцы Бы Просто Об этом Не Узнали Так что Президенту В США В 20 Веке Живется В век Информации И в 21 Веке В век Прессы Стало жить Гораздо Сложнее И гораздо Труднее Чем Президентом В 19 Веке Кроме Кроме Всего Прочего Президент Соединенных Штатов Америки Это Человек Который После Избрания Должен Думать О том Чтобы Обеспечить Себе Так Называемое Президентское Большинство Вот Заметьте Как только президент Избирается То любой президент Например Если он Республиканец Он говорит Что теперь Мы все Не республиканцы Не демократы А все Мы американцы И я Президент Американцев И в эти Четыре года Я должен Сделать То-то и то-то Для всей страны Для всего народа Но это Первая такая Заявка На то что Он президент Всей нации Это один момент Второй момент Он должен Сколотить Себе Большинство В конгрессе Чтобы проводились Его решения Через законы Он должен Сколотить Себе Большинство В обществе Он должен Даже Может быть Перетянуть Какой-то Электорат Из противоположной Партии Это удается Не каждому Президенту Из таких Наиболее Известных Фигур Можно назвать Рональда Рейгана Он был Вообще говоря Мастер общения Его очень Любили корреспонденты Потому что Любую трудную Проблему Он как-то Облегчал Он Показывал Что Вообще Для него Нет никаких Проблем Решать Сложные Проблемы Если ему Задавали Сложные Вопросы Он превращал Это в шутки И оказывалось Что это Как раз То что И надо И пресса О нем Писала Всегда Хорошо Но он Был актером Он знал Как себя Вести Мастером Общения И человеком Который Действительно Сколотил Уникальную Рузвельтовскую Коалицию Президентскую Коалицию Был Франклин Делану Рузвельт Да Рональд Ведь был Рейган Республиканцем Так вот Своим Таким Отношением И поведением Он добился Того Что даже В демократической Партии Создалась Группировка Демократы За Рейгана Настолько Так сказать Он сумел Все это сделать Рузвельт Рузвельт Тоже Все это Понимал И Рузвельт Конечно Великого Президента Делают Великие События Сложно Сказать Если бы Рузвельт Стал Президентом Не в годы Депрессии Не в годы Войны Был бы Он таким Может быть И был бы А может быть И не был Но Во всяком Случае Все вместе Создало Ситуацию При которой За Рузвельта Это уникальная Ситуация На выборах Президента Голосовали Все От правых До левых За него Голосовали Коммунисты Американские Коммунисты И он даже Их просил Не афишировать Свою позицию Потому что К коммунистам В Америке Всегда было Такое Сдержанное Отношение Но 30-е годы Были особые годы Это были годы Рабочего Радикализма Левизна Была популярна Очень Вот Сейчас Совершенно Не такая Ситуация Сейчас Америка Разделена И Америка Разделена Не сегодня Не Трамп Ее разделил Хотя он Усугубил Этот разрыв Соединенные Штаты Америки Это Общество Разделенное Напополам Почему Вот Трудно В 2000-м Году Было Определить Победителя На президентских Выборах Или Тот Кто побеждает На президентских Выборах Да Последние Например Выборы Перед Трампом Побеждал С небольшим Перевесом Почему А потому Что Общество Американское Примерно Разделено Действительно Наполовину Одна Часть Общества Идет За Демократами Вторая Часть Общества За Республиканцем Так Вот Мы Подошли Еще К одному Элементу Системы Государственного Управления Политическим Партиям США В Америке Много Партий Несколько Десятков Но Главные Две Республиканское Демократическое Республиканская Партия Появилась В 1854 Году А Первый Республиканский Президент Оказавшийся В Белом Доме Это Авраам Линкольн Освободитель Черных От рабства А Демократическая Партия Появилась Раньше Во второй Половине 20-х Годов 19-го Века И так Вот Они Существуют Меняется Их Электорат Меняются Предпочтения Но Эти Партии Стали Такими Как Сегодня Говорят Системообразующими Партиями В Соединенных Штатах Америки Они Испытывали Кризисы В своем Развитии Или Подъемы Но Они Существовали Существуют И Очевидно Довольно Продолжительное Время Будет Существовать Вот В том Виде В котором Они Существуют Сегодня В Соединенных Штатах Америки До 19-го Века Тоже Были Системы Партийные Но Партии Они Символизируют Раскол Америки Поэтому Значит Вот На две Части Демократы Кого Они Ведут За Собой В принципе Большую Часть Америки Всех Черных Многих Цветных Американцев Не Белая Америка Это Электорат Демократической Партии Америка Бедная И Средняя Это Электорат Демократической Партии Студенты Это Демократы А вот Профессора Университетов Наоборот Республиканцы То есть Если бы Электорат Демократической Партии Был Ответственным И ходил На выборы Все время Регулярно То Всегда Бы Побеждали Демократы Но Слабость Электората Демократической Партии Такая Капитальная Слабость Состоит В том Что он Неорганизован Он Очень Раздробленный И Поэтому Неорганизован Черные Не любят Ходить На избирательные Участки Время От Время Не ходят Или Не ходят Обама Их Мобилизовал Они Пришли И он Победил Нет Обамы Так вот Они И не Пойдут Понимаете В чем Дело Поэтому Задача Задача Демократической Партии Это Мобилизация Электората Без Электората Демократы Будут Терять Свою Власть Республикан Республикан Республиканцы Республиканцы Опираются На другую часть Американского Общества На крупный Бизнес На крупные Банки На крупных Предпринимателей Чисто Вот Если Посчитать То В цифрах Это Гораздо Меньше Чем Электорат Демократической Партии Но Они Сильны В чем Они Очень Ответственные Избиратели Они Регулярно Ходят И голосуют Поэтому Республиканцы Побеждают То есть Они Более Ответственны Республиканцы Это Более Белая Партия То есть Это Партия Белого Электората Если Вы Увидите Белого Американца Такого Лощеного То Скорее Всего Он Голосует За Республиканца Так Что И эта Разница Есть И эта Разница Будет Вот В ближайшее Время Но Что Сделал Трамп Во Время Последней Избирательной Компании Он Сумел Сделать То Что Должна Делать Каждая Партия Чтобы Выжить Но Не У Каждой Партии Это Получается Отрывать Электорату Противоположной Партии То есть Республиканцы Чтобы Выжить Должны Расширять Свой Электорат За счет Кого Расширять За счет Демократического Электората А Демократы Что Должны Делать Тоже Расширять Электорат За счет Чего За счет Того Чтоб Внушать Что Ходить Надо Вообще Говоря Друзья На Избирательные Участки Но И Отрывать Какую Какую Часть Электората От Республиканской Партии Тоже Сложно Очень Сделать Трамп Удалось Оторвать От Демократической Партии Белых Американских Производственных Рабочих Есть Там И Такие Которые Проживают В Пригородах Америки Которые Небогатые Ну так Среднего И ниже Среднего Достатка Но Это Люди Которые Имеют Семьи Большие Семьи Которые Имеют Свой Дом Ну То Что Входит В понятие Американская Мечта Но Которые Потеряли Работу Многие Из них Например Работали На Автомобильных Заводах Детройта Которые Закрылись Потому Что В Детройте Форду Не выгодно Производить Автомобили А выгоднее Создавать Сборочные Конвейеры Где нибудь В странах Восточной Азии Заводы Закрываются Люди Выбрасываются И это Вот Та Часть Американцев Которые Потеряли Работу В результате Так называемой Глобализации Когда Часть Американского Производства Убежала Из Америки За пределы Америки И Трамп Увидел Этих Людей И он Стал Среди них Целенаправленно Работать Эти Избиратели Разуверившись В демократической Партии Какие-то Выборы Не ходили На выборы И он Понял Ага Это мой Избиратель И он Стал Среди них Целенаправленно Работать И сделал Так Что Они Пошли на выборы И проголосовали За него Если Проанализировать Компанию 16-го Года То вы Увидите Что в последние Дни Перед избранием Трамп Колесил По Семи Восьми Штатам Где Жили Как раз В пригородах Именно Эти люди Разуверившиеся В демократической Партии И Конечно Когда туда Приезжал Трамп То Весь Избиратель Это Был Его Уже Никто Не Обладал Такой Магией Привлечения К себе Избирателя Как Трамп И Все И он Выиграл Он Не ездил По Республиканским Штатам Чтобы Было Понятно Что Там И так Все Ясно Картина Ясна А Хилари Клинтон Она Ее Штаб Упустил Эту Возможность Слишком Она Была Самоуверена Поэтому В общем Она Не Оказалась В Белом Доме Но Это То Что Произошло Оно Еще Больше Раскололо Американское Общество И Раскололо Американское Общество И По Принципу Даже Место Жительства Потому Что Электорат Демократической Партии В основном Проживает В городах В крупных Городах А Электорат Республиканской Партии В основном Проживает В пригородах В белых Пригородах Города Как вы знаете Сегодня в Америке Чернеют И цветнеют Если так Можно сказать А пригороды Белеют Вот Так что И по этому Принципу Разница В чем Еще разница Между Этими Двумя Партиями Они Отличаются В понимании Роли Государства Вот этого Большого Правительства В обществе Республиканцы Считают Чем меньше Государства Тем лучше Имеется ввиду Чем меньше Государственной Власти Тем лучше А демократы Считают Чем Сильнее Вернее Чем больше Полномочий Государства Тем оно Сильнее То есть Демократы Выступают За усиление Регулирующих Функций Государственной Власти А республиканцы Выступают За сокращение Этих самых Регулирующих Функций В этом Разница Ну вы скажете Ну какая это Разница Не очень Большая Разница Для Америки Это в общем Большая Разница Это большая Разница Вот в этом Эти партии Отличаются Но эти две партии Последние годы Находятся в состоянии Очень серьезного Кризиса Это не один Кризис А тройной Кризис Первый Кризис Это Электоральный Кризис Я уже Сказал В принципе Об этом Для демократов Электоральный Кризис Состоит В том Что часть Электората Не ходит На выборах На выборы Поэтому Задача В этом плане Не давать Электорату Заснуть Это тоже Непростая Задача Для И Формально Вообще Говоря Электорат Демократической Партии Это растущий Электорат Почему Потому что Увеличивается Количество Испаноязычных Американцев А это Как раз Демократический Электорат Увеличивается Число Не белых Американцев Это как раз Электорат Демократов Но с ними Надо работать Чтобы они Прикрепились Как говорится Прилипли К демократам И не всегда Это получается Республиканцы У республиканцев Электорат Уходящий Сокращается Белое Население Неизменно Сокращается Уступая Место Цветным Американцам И придет Время Многие Считают Что это Где-то Еще Лет 25 30 Надо Подождать Когда Белые Будут В меньшинстве А что Значит Белые В меньшинстве Это и Республиканцы Стало быть В меньшинстве Поэтому Задача Республиканцев Привлечь На свою Сторону Цветных Черных А как Привлечь Отрывать Отрывать У демократов Значит Им надо Что-то Такое Предложить Хорошее Большое И светлое Которое Бы Их Привлекло К Республиканской Партии Значит Это вот Электоральный Кризис Второй Кризис Это Кризис Программных Установок Кризис Программных Установок Понимаете Какие Программные Установки У Республиканцев Старые Простые Консервативные Республиканцы Это Консерваторы Семья Традиционные Проблемы Социальные Которые Всегда Обсуждаются Во всех Избирательных Компаний Это Проблема Абортов Республиканцы Против Абортов Ну У нас Это Как-то Это Вообще Все Далеко Но А демократы За Или Проблемы Сексуальных Меньшинств Демократы Демократы За Браки Однополые Республиканцы Против Вот Это Все Они Обсуждают На Входе Избирательных Компаний Поэтому Конечно В этом Плане Отличия Существуют В этом Плане Отличия Существуют Но Электорату Хочется Что-то Новое Просто Ехать На этом Нафталинном Наборе Старых Установок Очень И Очень Сложно И Поэтому Республиканцы Должны Бы Что-то Такое Обновить Свои Программные Установки Но Не Получается И Если На Следующих Выборах То же Самое Будут Они Петь Без Трампа К примеру То Они Точно Провалятся И Наконец Таки Третий Кризис Это Кризис Лидерства Для Американской Партии Очень Важно Кто Лидер Лидером Партии И То и Другой Является Действующий Президент Или Кандидат Который Участвовал В выборах Президента Даже Если Выборы Эти Проиграны Вот Сейчас Трамп Лидер Республиканцев Лидер Демократов Это Хилари Клинтон Которая Была Кандидатом В Президенты Кризис Лидерства В чем Этот Кризис Выражается Вот Налицо Ну Посмотрите Трампу Уже Извините Восьмой Десяток Лет И Он Еще Хочет Избираться В 2000 Году В Простите В 20 Году Ну Понятно Что Напрашивается Вообще Говоря Вопрос А что Других Что Ли Нет Среднего Возраста Молодого Возраста Демократическая Партия Демократическая Партия В общем Характеризовалась Тем Что Она В этом Плане Была Более Революционной Потому Что У нее Были Молодые Лидеры Кеннеди Обама Билл Клинтон И Хилари Клинтон Выпадает Из этой Обоймы Бабушке Тоже Извините Восьмой Десяток Лет Она Тоже Собирается В 20 Году Снова Избираться Вопрос Что Других Что Ли Нет Людей И Конечно Это Тупиковая Ситуация Потому Что Всегда Существовало Правило Надо Делать Ставку На Молодежь На Что То Новое И Если Новый Кандидат Зовет К Какому То Обновлению К Изменению То Всегда Есть Гарантия Что Он Победит Поэтому Если Вы Посмотрите То Все Американские Президенты Зовут К Обновлению Общества Программы Кеннеди В 43 Года Избрался Называется Новые Рубежи Рональд Рейган Самый Пожилой Президент До Трампа Новое Начало Для Америки Билл Клинтон Выступал С Программой Обновления Третий Путь Тоже В возрасте Кеннеди Победил В Соединенных Штатах Америки То же Самое Делал Обама Который К тому же И черный Был Вот этот Черный Феномен Он В общем Сыграл Очень важную роль В победе Барака Обамы Там я не буду Сейчас оценивать Его президентство Сейчас мы говорим О том Что значит Он победил И оказался В Белом Доме Поэтому Все Что происходит В Америке Очень многое Всегда Персонифицируется Вот Всегда Персонифицируется Особенно Это касается Президента Соединенных Штатов Поэтому Американцы На Выборах Они конечно Обязательно Смотрят На личность Чтобы Это была Яркая Личность Которая Умеет Говорить С массами Потому что Функция Американского Президента Состоит В том Что он Олицетворяет Собой Мост Между Властью И Обществом Если ты Бука Если ты Не умеешь Говорить С людьми Если ты Стесняешься То Сто Процентов Что ты На первом Этапе Тебя Зарубят Те же Самые Избиратели К которым Ты Обращаешься Поэтому Конечно В этом Плане Это все Очень Важно И Сейчас Как Получается Как Оказывается В США Где Никогда Не было Дефицитов Таких Людях Политическая Элита Столкнулась С таким Дефицитом Оказалось Что Вот у Них На Одной Чаше Весов Трамп Которого Называют И Называли В шестнадцатом Году Там И Жлобярой И Жмодярой И Жуликом И Вообще Изворотливым Этим Самым Махинатором И Хилари Клинтон Которая Все Время Врет Понимаете Вот Такой Выбор Перед Этим Выбором Оказались Американцы И Они Получили Трампа А Почему Они Получили Трампа А Потому Что Партии Ни Та Ни Другая Вовремя Не Изменились Так Что Из Всего Этого Один Вывод Если Ты Хочешь Выжить В Политике То Надо Меняться Приспосабливаться К ситуации А Если Ты Не Изменишься То Ты Получишь Трампа С Которым Американцы Вот Сейчас Не Знают Что И Делать Потому Что Уж Очень Они Его Не Любят А Кто То Очень Сильно Ненавидит А Политическая Элита Спит И Видит Как Бы Он Быстрее Выехал Из Белого Дома Вот Вот Такая Уникальная Достаточно Сложная Ситуация В Соединенных Штатах Америки Сложилась Сегодня В Системе И Государственной Власти И Политического Руководства И Вообще Во всей Америке Достаточно Интересная И Необычная Но Сейчас Мы Сделаем Перерыв Но Из Этого Не надо Сделать Делать Вывод Который Торопится Делать Очень Многие Наши Журналисты Что Не Сегодня Завтра Америка Загнется Она Не Загнется Потому Что Есть Что То Такое Что Вообще Держит Эту Страну И Это Общество На Плаву Америка Это Очень Адаптивное Общество Очень Адаптивное Государство Оно Переваривает Трудности И Сама Политическая Система Переварит И Трампа Трамп Это Явление Временное Как и Все Президенты Он Ненавечно Поселился В Белом Доме Тем более Что он Не очень Любит Там Бывать Но Заезжает Иногда Когда Проезжает Мимо И Все Станет На Свои Места Но Явление Трампа Феномен Трампа Это Показатель Что Даже Американское Общество Нуждается В Реформировании Но Хотя Оно Нуждается В Реформировании Но Не В Таком Каким Предлагает Это Делать Трамп На Бум Быстро Решать Проблемы Которые Накапливались До него Десятилетиями Как Правило Такие Проблемы Которые Он Правильно Обозначил Они Не Решаются За Два Года И За Четыре Года Скоро Будут Через Два Года С Небольшим Будут Президентские Выборы Не Известно Пока Как Поведут Себя Избиратели Трамп Уже Объявил Что Он Будет Участвовать В Хилари Клинтон Тоже Заявила Что Она Тоже Будет Участвовать Это Будет Очень Интересно Потому Что Это Впервые Будет Когда Главные Кандидаты Будут Самыми Пожилыми Кандидатами За Американскую Историю То есть Что У нас Получается Этому Самому Трампу И Хилари Будет По Семьдесят Четыре Семьдесят Пять Лет Таких Пожилых Кандидатов И президентов Не было А если допустить Что кто-то из них Будет избран То что уже Один срок Это семьдесят Восемь А если еще На два года Если уже совсем Критическая Ситуация То Из Белого дома Если он доживет Значит Этот президент Выйдет С восемьдесят С чем-то лет Вот это Вот это Действительно Оригинальная Ситуация Которой Никогда Не было Тут Неизбежно Конечно В избирательной Компании Будет поднят Вопрос О здоровье О возрасте И обо всем Что хотите Тем более В отношении Трампа Это уже Эти все Вопросы Все эти Вопросы Поднимаются Ну вот Давайте На этом Мы сейчас Закончим А после перерыва Не буду тогда Сейчас На вопросы Да Если они есть Отвечать А после перерыва Там сколько Минут Там пять-семь Где-то А А Ну хорошо Ну вот Значит Мне Павел Говорит Что значит Вопросы Давайте тогда Вопросы Я многие Проблемы Просто не затронул Так что Если у вас Что-то есть Прояснить Какую-то Ситуацию Да Пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Там что-то Завтра Завтра у нас Предполагается По этой теме Внешняя политика Я Какая-то Лекция Так что По внешней политики Завтра Что касается Что касается В Соединенных Штатах Америки Как государственной В этом В этом В этом самом В Белом доме И он знает, что если на него сделали ставку, то этот будет в Госдепе, этот будет таким министром, таким министром, таким министром. Вот у этого самого Трампа всего этого не было. Поэтому, когда он оказался президентом, то он стал формировать свою администрацию. И если вы помните, то он стал ее формировать, а людей-то, которых таких шли за Трампом, не было среди элиты. Все от него отказались. Буши, папа и сын против Трампа были. Окружение Буши тоже против Трампа. Поэтому он стал предлагать входить в его администрацию, ну не то, что кому попало, а вообще, вот, так сказать, людям, которые могли бы согласиться. И многие не соглашались. К тому же Болтону в 16-м году, когда формировалась администрация, было предложено войти. Но он отказался, потому что к Трампу было настороженное отношение. И первый призыв администрации во многом это были случайные люди, которые очень быстро уходили из администрации. А Джон Болтон пришел во второй, даже в третьей волне. И оказался единственным профессионалом. Но этот единственный профессионал, это ястреб. Есть такое понятие в политической системе. Он очень такой консерватор. Он антироссийски настроенный человек. Он против режима контроля над вооружениями. Он за то, чтобы жестко отстаивать ценности и интересы США. Вот он сегодня определяет внешнюю политику и влияет на Трампа. Понимаете, мы не затронули этот вопрос влияния на президента. Он влияет на Трампа. И я предвижу ваш вопрос, что как так получается? Трамп говорит о том, что надо бы поладить с Путиным и, значит, с Россией. Приезжает Вашингтон, подписывает антироссийские санкции. Или приезжает Фельсинки, все хорошо, вроде бы обсудили эти и эти проблемы. Возвращается Вашингтон, там на него все наваливаются, что он предатель и вообще говоря, ведет на поводу у Путина. И он тут же начинает говорить. То есть, понимаете, для Трампа сейчас проблема. Он, конечно, поставил мощную задачу сделать Америку снова великой. Но оказалось, что столкнулся с другой проблемой. Как бы выжить в этом гадюшнике в Вашингтоне, в Белом доме, чтобы меня не съели? Поэтому он начинает лавировать. А лавировать у него плохо получается. Он такой любил все время рубить. Понимаете? А в политике рубить – это самому себе вредить. И он уже это понимает. Поэтому любой шаг в сторону России – это еще одно доказательство, как это воспринимается в Вашингтоне. Того, что у Трампа что-то было такое с Путиным. Что была какая-то договоренность. Что не случайно Путин хвалит Трампа. Ведь, посмотрите, Путин никогда плохого слова про Трампа не говорил. Наоборот, сожаление о том, что Трампу мешают работать какие-то злые силы в Вашингтоне. И все это вместе анализируется, на все это смотрят. И все это вместе воспринимается как то, что Трамп посажен в белом, сидит в белом доме не благодаря воле избирателей, а благодаря Путину. Я просто перед тем, как приехать в Казань, я немножко тут днем подзасыпаю, потому что позавчера я прилетел из Вашингтона только. Там 8 часов разницы. И заходил на вокзале Union Station такой, есть магазин Американо. Там продаются сувениры с американской символикой. Ну там президенты, всякие значки, эти магнитики для холодильников и всякое-всяче на футболке. Вот, значит, и просто сам ассортимент показывает то, как, каково отношение. Значит, футболка. На футболке изображено лицо Путина, прическа и шляпа Трампа. Ну и соответствующая подпись. Значит, магнитик на, даже я его купил, на холодильник. Значит, на этом магнитике написано, Трамп попал в Белый дом не благодаря американскому избирателю. Его посадил туда Путин. И таких вот сувениров, а как бы это, ну, как бы надстроечная категория того, что вообще думают, и как все это воспринимают американцы. Все это показатель. 80% американского общества по опросам верит в то, что Россия осуществила вмешательство выборы и то, что Трамп оказался в Белом доме действительно благодаря этому вмешательству. Поэтому против Трампа ведется пять расследований. Главное расследование ведет спецпрокурор Мюллер, комитеты, палаты, против Трампа ополчилась пресса. Так что все интересное, вообще говоря, по большому счету еще впереди. Комиссия Мюллера выпустила вот свой доклад, и там приведены доказательства вмешательства. Допросы продолжаются. 200 и даже больше человек проходят по этому делу. Шесть человек из окружения Трампа согласились сотрудничать со следствием, и одни обвинены уже в даче ложных показаний первоначальных. Но то, что они говорят, ложится в эту общую концепцию того, что у России были попытки налаживания контактов со штабом Трампа, и Мюллер не торопится в своем расследовании. Но, очевидно, в следующие два года появятся еще какие-то доклады. Вся политическая элита США, демократы и республиканцы уверены в этом, в обвинении Мюллера. И здесь ничего не изменится. Экспертное сообщество, ну люди вроде меня, которые работают в мозговых трестах, институтах экспертных в США, они тоже уверены в том, что это было. Поэтому, конечно, это создает неблагоприятную почву для нашего изменения наших отношений. Но я вам скажу, что не только это. Понимаете, сегодня, если говорить о внешней политике, существует такая ситуация. В мире много стран, но есть две страны, у которых есть свои геополитические программы. Первая – это Соединенные Штаты Америки. У них программа давняя, программа глобального доминирования, недопущения появления державы, которая бы бросила вызов Соединенным Штатам Америки. Они все для этого делали, делают и будут делать. И когда говорят, что США на закате и скоро умрут, не верьте этому, этого не произойдет. Значит, это супердержава, которая обеспечивает всеми силами свое глобальное доминирование. Позиции ее сокращаются, потому что появляются новые центры силы. Китай. Незаметно, медленно, но верно он составил конкуренцию США в экономике. А вслед за экономикой, наверное, что-то может быть и другое. Поэтому его опасаются, военные области конкуренции, его опасаются. Значит, вот стало быть, Соединенные Штаты Америки со старой программой глобального доминирования. И есть Россия, которая пытается создать и сформировать свои константы, постоянные величины внешнеполитического поведения. Это делать очень сложно. Понимаете, если вы заметили, то у России и у Америки две разные истории. Американская история, она целостная. А российская история как бы разрублена на многие части. Монархия, демократия периода февральской революции, советский период, который тоже можно разделить на части. И все эти этапы отрицают друг друга. Американцы не отрицают войну за независимость. Не отрицают гражданскую войну. А у нас все, видите, было иначе. Поэтому целостности нет. Советский Союз, все, исчез. Нет его. И стали говорить о новом мировом порядке, 90-е годы. Но Путин стал проводить другую политику. И уже это не новый мировой порядок, а это новый мировой порядок другой. Так вот, Россия пытается создать постоянные величины своего внешнеполитического поведения. Это очень сложная задача. Их достаточно сложно найти. И главное, закрепить. Россия, проводя эту политику достаточно жестко и даже дерзко, я имею в виду присоединение Крыма прежде всего, и ситуацию на Донбассе, вызвала ответную реакцию. Санкции. Мощные санкции, под которые Россия не попадала даже в годы холодной войны. Советский Союз тогда. Мощную реакцию. Россия пытается создать свои геополитические поля в восточном направлении. То есть мы всегда двигались как-то на Запад со времен Петра Первого, даже в годы холодной войны. Но все равно мы старались. У нас главный экономический партнер был наш враг. Германия. В годы холодной войны главный экономический партнер на Западе. Как-то мы так сумели с ними, что называется, сторговаться. Ну вот. Сейчас ситуация иная. Россия пытается создать свои собственные альтернативные интеграционные объединения. Россия пытается создать собственные альтернативные финансовые структуры. Привлечь к себе партнеров за счет партнеров Запада. Прежде всего, прошу прощения, Востока. Прежде всего, это Китай и страны на восточном направлении. Создать как бы систему своих, ну еще рано говорить, союзников. Но систему своих партнеров. Ведь что случилось? Россия осталась без масштабной поддержки со стороны союзников. У Советского Союза были союзники. Какими они были, эти страны Восточной Европы и страны Третьего мира, это еще вопрос. Потому что развал Советского Союза привел к тому, что все они отошли к западному блоку. Но то, что наша страна должна, конечно, создавать систему своих союзников, прежде всего, по периметру своих собственных границ, это совершенно очевидно. Поэтому, и это все тоже не нравится. Тоже не нравится. Поэтому, конечно, и Россия, и Соединенные Штаты Америки вступили в период конфронтации. Так, как в годы Холодной войны. Но за годы Холодной войны был сформирован механизм регулирования этой конфронтации. Сегодня его нет. Сегодня игра без правил. И сейчас задача не в том, чтобы мы стали друзьями. Этого никогда не будет. И вообще в международных отношениях такого понятия в принципе нет. Хотя существуют иногда договоры о дружбе. Кстати, у нас договор о дружбе и границе когда-то был подписан с нацистской Германией. И, несмотря на это, она на нас напала, как вы помните. Так вот, задача состоит в том, чтобы создать механизм регулирования этой конфронтации. При которой будет конфронтация, но будет и диалог. Сегодня нет диалога. Вот в чем дело. Еще какие вопросы? Да. 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 У меня теперь возникает вопрос. Сможет ли Российской Федерации поступать в мировых депутатических протестов на дабы, на дабы и на дабы? Да, хорошо. Вы правильно все это уловили. Я сказал о конфронтации, но не сказал еще одно очень важное слово. Это конфронтация асимметричная с Соединенными Штатами Америки. Что это значит асимметричная? Конечно, если бы у нас экономика была равна американской экономике и по валовому продукту и по многим другим показателям, то это бы подкрепляло наши позиции. Но этого нет. Нет. Этого нет. У нас есть другое. То есть у нас есть ядерные арсеналы, равные американским. И это дает силы России. И в этом смысле иногда Россию называют ядерной супердержавой. У нас есть энергетический фактор, который иногда называют энергетическим оружием России. То, что мы торгуем газом и нефтью, и хоть и Путин это отрицает, что ничего политического в этом нет, но понимаете, это такой продукт, энергоресурсы это такой продукт, который хочешь ты не хочешь, а он играет политическую роль. Если мы торгуем с Европой газом и нефтью, то Европа и, соответственно, может вести себя. То есть, видите, Европа тоже против нас ввела санкции, но она страдает от этих санкций. И если где-то начнется ропот, а он уже начался, и требование пересмотра санкций, а это уже началось, так это начнется, конечно, не в США, а начнется с Европы. Начнется с Европы. Я вам скажу, в начале 70-х годов была аналогичная ситуация. Россия, Советский Союз тогда, стал строить газопровод в Германию, в Федеративную Республику Германии. Тогда стали договариваться о заключении контракта на строительство газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, к западной границе Урала, вот этот газ в Сибири, чтобы подавали и чтобы продавали уже по трубам туда дальше. И у нас не было бесшовных труб в Советском Союзе. И заключили договор, мы вам газ, а вы нам трубы. И трубопровод будет, и газ пойдет, и мы его продавать будем. США были против. Против. И наказывали давление на западную Германию. Но она выдержала, в общем, это давление. Политика тогдашнего канцера была такой достаточно жесткий, и все было сделано. Так что, понимаете, иногда западную Европу воспринимают как какой-то филиал, такое слово модное стало, Вашингтонского обкома. А такое не всегда бывает. Есть атлантическая солидарность, но если наступают на больную мозоль, то западная Европа, она будет роптать и будет возмущаться. Просто сейчас критическая масса еще не накопилась. Просто сейчас еще, ну, надо выждать, мне кажется. И недовольство этими санкциями, оно будет расти. Американцы их будут наращивать. Пока что они это делают. Это основной и любимый инструмент Соединенных Штатов Америки, используемый в мирное время, как политическое оружие. Экономические санкции – это политическое оружие, оказываемое на Россию с целью изменить ее внешнюю политику, а еще и лучше, если политический режим. Иногда тоже я удивляюсь такой примитивизации процессов. То, что санкции вызовут внутреннее недовольство в стране и недовольство сметет Путина. Вот такая логика была. А на самом деле все наоборот. В таких ситуациях происходит, наоборот, так сказать, создание более гомогенного общества, объединение вокруг политического лидера, что мы видим в отношении Путина. Повышение его популярности. Внешняя угроза и давление, наоборот, ведет к сплочению общества. То, что не вписывалось в расчеты, конечно, Соединенных Штатов. Еще какие вопросы? А, все, вот говорят, что надо освобождать помещение. Так, ну хорошо, кто-то вот прямо вот до зарезу что-то такой, какой-то важный вопрос. Нет, да? Ну что, я вас должен поблагодарить за внимание. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ